МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Суть Дела. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, это спортсмен, кумир молодежи, отец семейства, любимец всего мира, успешный и современный руководитель богатой страны. Но, кроме того, он, по-видимому, коррупционер и уголовник. Недавно ушла в отставку Джоди Уилсон Рейболт. Перед этим она выступила в парламенте и рассказала, что в последнее время на нее оказывается огромное политическое давление, с которым она не может смириться. А источником этого давления является Джастин Трюдо и люди из его окружения. Дело в том, что канадская прокуратура расследует деятельность химического гиганта СНС Лавалин. Выяснилось, что с 2001 по 2011 год эта компания выплатила несколько миллионов долларов взяток членам семьи бывшего ливийского диктатора Муамара Каддафи. В обмен канадский бизнес получал в Ливии выгодные контракты. Но по канадским законам платить взятки даже за границей нельзя. Поэтому СНС Лавалин должен был быть оштрафован и лишен доступа к канадским госзакупкам на 10 лет. Если бы это случилось, очень многие сотрудники компании потеряли бы работу. Штаб-квартира СНС Лавалин находится в городе Монреаль. Если бы расследование было доведено до конца, под угрозой оказались бы 3600 рабочих мест в этом городе. А Джастин Трюдо избирался в парламент как раз от Монреаля. А он, конечно, не хотел, чтобы люди в его родном городе теряли работу. Тем более из-за какой-то истории, которая была 10-20 лет назад, когда его самого даже в политике не было. И стал давить на генерального прокурора. А та выступила в парламенте и сказала, что попытки Трюдо помешать расследование абсолютно неприемлемы. Кстати, Трюдо был ее другом, союзником, человеком, который привел ее в политику. Но поскольку ее принципы не позволяют с ним работать, она подает в отставку. Трюдо тут же полез в телевизор, где стал объяснять, что просто хочет сохранить рабочие места и, конечно, не собирается нарушать закон. Но было поздно. Лидер оппозиционной и консервативной партии Эндрю Шир уже заявил, что Джастин Трюдо просто не может далее возглавлять эту страну. Аналогичные заявления, кстати, прозвучали и из родной партии Трюдо. Еще жестче поступила глава правления казначейства Канады Джейн Филпот. Она, кстати, близкая подруга, уволившаяся генеральной прокуроршей. Филпот попросила однопартийцев понять ее мотивы и не осуждать за уход. Она пояснила, что принципы для нее важнее, чем партийная дисциплина и даже личные отношения в коллективе. Тут надо сказать одну очень важную вещь. Канада стала страной, где люди доверяют друг другу, где царят добро, богатство, радость и справедливость. Но это случилось вовсе не благодаря хорошим министрам и чиновникам. Она стала такой благодаря своим институтам. Это когда прокурор расследует преступления вопреки желанию своего же друга и союзника, премьер-министра. Когда они не могут договориться и порешать к обоюдному согласию. Это когда общество на 100% уверено, что абсолютно любое преступление, даже совершенное давно и за границей, будет доведено до честного и неподкупного суда. Вот тогда в обществе расцветает доверие. И тогда там люди улыбаются и помогают окружающим. В такой среде люди очень быстро богатеют и живут достойно, со взаимным уважением. И в данном случае система и институты сработали отлично. Люди в правительстве решили, что для них Канада важнее премьера. Поэтому рассказали о давлении с его стороны. Доверие людей к государству, которое очень легко потерять, почти не пострадало. А беда-то в том, что Джастин Трюдо и вправду очень хороший премьер. Действительно хороший. Но вот эта ситуация показывает, что даже лучшему чиновнику иногда невыносимо сложно устоять перед искушением. Я думаю, что Трюдо в этой ситуации все-таки придется уйти в отставку. И его возможная отставка Канаде пойдет на пользу. Она станет наукой для всех остальных политиков. Не важно, какой ты классный и умелый парень или замечательная и умная девушка. Во власти главное оставаться честным и порядочным человеком. Это была суть дела. Все будет хорошо. Не сомневайтесь.